Дорогие товарищи, значит я должен сказать, что мое выступление состоит из двух частей. Первую часть я сейчас буду, как говорят, излагать, а вторая часть будет во второй половине, к концу. Я должен тоже сказать, что с одной стороны хорошо, что индийский выступающий, так сказать, освободил вас от эго. Я надеюсь, что то эго, которое я тут изложу, оно несколько изменит ваше представление о вашем эге. И на это надеюсь. Мое выступление, с одной стороны, конечно, соответствует тому названию, которое есть в докладе. Но оно будет несколько отличаться от того, как оно изложено в сборнике. Но они сочетаются. При этом я стремился в своем выступлении здесь исходить из других категорий, более общих категорий, которые позволяют, ну, практически имея общее представление о физике пространства, несколько изменить понятие, как его познавать. Цель моего выступления – обеспечение условий достоверности измерения. И первая часть определяется тем, что условия достоверности измерений, которые измеряются нашими глазами, основаны на совпадении того, как мы видим и как мы измеряем. Этапы рассмотрения, которые будут показаны – это современное состояние измерения размеров объектов и процесс выполнения измерений, который состоит из сравнения, основа процесса измерений и основа достоверности. И что такое образ объекта, основа, что он является основой отображений и измерений. Следующий будет вопрос проективной геометрии, как наука достоверного построения образов объектов и их измерения в пространстве. И полученный результат – модельное достоверное описание разметров пространственного положения объектов. Вот эти положения основные я постараюсь изложить коротко при небольшом количестве времени. Состояние вопроса с измерением развеков в пространстве. Перед вами показаны два кубика. Под номером один – это отображение синим подчеркнутым, отображение объектов, которые мы обычно кубика показываем. То есть объект, у которого все стороны равны. Это кубик. И мы его в моделях так всегда и представляем. Такое построение объясняет наукопроективная геометрия, которая является теорией отображения пространства в монопроективной системе координат. И сейчас это закрепленный тезис, который везде применяется в метрологии. Ну, я привел только один, их там большое количество. Это руководство по выражению неопределенности измерений. Этот термин сейчас определился не ошибка сейчас, в принципе, а неопределенность. Раньше я, когда этот термин вводили приблизительно в начале этого века, был возмущен этим термином. Но потом я понял, что это абсолютно верно. И это все основано на том, что мы видим. Справа показано отображение объектов, наблюдаемых человеком. Этот же объект, взгляните на любой дом, вы видите, что он отображен в перспективе. То есть ни одна сторона этого дома не равна другому. Ну, это если кубик. Не равен другому. Спрашивается, а что мы тогда описываем в нашей доблестной геометрии? Я пока в геометрии говорю. Когда смотрим, нарисуя кубик со всеми равными сторонами. А мы не знаем, что мы описываем. Это может быть не кубик, а вообще стрела. Может быть, и все наоборот. Вот это может быть крокодил, обормоты, кто хочешь. Потому что он только имеет эти стороны. Ровно то количество сторон, которые имеются в кубике. Больше там ничего не доказывается. То есть мы все время измеряем то среднюю температуру по больнице. То есть мы ничего не измеряем. Измеряем мы единственный параметр, который мы измеряем. Это расстояние до объекта. Да, и то приближенно, я должен подчеркнуть. Из той теории, которой в проективной геометрии показан рисуночек проективный, с которой следует теория подобия, выраженной элементарной формулы. Где B, это размер B, как раз один размер объекта, B2 размер его образа. Это расстояние до объекта и до образа. Ну, это вам прекрасно все известно. Вот это то состояние науки, которое мы имеем сейчас. Преобразование перспективно показано, слева на рисунке перспективное преобразование отображения из телескопической проективной системы, просказанной Декартовой. Я начал показывать, вы все знаете, значит, слева показан нормальный кубик, как мы его видим. И мы вроде бы как видим глазами этот кубик, он проектируется и превращается в Декартовый, вот как мы обычно рисуем, превращается в кубик, который имеет все равные стороны. При этом мы превращаем пространственную систему координат, обладающую двумя измерителями, каждый из которых имеет свою систему координат, в, то есть парную систему координат, превращаем мы в моносистему координат Декарта. Ну, превращаем, хорошо. А к чему это ведет? Слева показано использование локатора для измерения расстояния до объектов. Наверху показана линия длиной А и направление стрелка вниз, который двигается, это объект, ну, безразлично, кто к кому двигается, значит, двигается к этому измерителю. Имеется два измерителя А и Б. Притом измеритель, я подчеркиваю, парный, он аналог зрению. При этом, значит, если имеется один, как говорят, измеритель, ну, тут я не буду зачеркивать, я хочу упростить процесс, значит, имеется мертвая зона. Она заключается в том, что когда размер раскрытия луча равен размеру объекта, за этим положением возникает обратное преобразование объекта, и он по мере приближения его размер увеличивается. Как ни парадоксально, это так. Это является, так сказать, одной из причин совсем недавней аварии Ан-Ан, какой сейчас вылетело, ну, Суперджет-100, и сейчас вот этот, ну, это, Гаража, это, Антея, вот, не Антея, ну, при пожаре вот люди погибли. Причина заключается именно в том гибели этих самолетов. Перед этим были точно такие же гибели стрижей, три стрижа, которые летели во Вьетнаме и садились там на один аэродром в условиях отсутствия видимости включения локатора. Три стрижа, короче, сели на гору. Ну, люди погибли. Точно такой же, значит, Суперджет-100. Точно тот же самый эффект, и теперь вот мы сейчас имеем опять тот же самый эффект. В чем дело? Ладно, там используют, значит, локатор с одним приемником, и с одним приемником. Ну, даже вот, как я посмотрел, как мы измеряем, используя парные стелескопию, фототреангуляции, мы также для того, чтобы точно описать съемку наблюдаемых объектов в пространстве, мы используем внешнюю опору для привязки. И получить точные измерения мы не можем. Мы все подгоняем. Хорошо подгоняем, плохо ли подгоняем, но мы все подгоняем. Ну, вот, а вот это принятый термин неопределенность, он определяет то, что мы можем определить иногда с точностью, будем говорить, 100%, а иногда с точностью минус 100%. То есть, то, это приводит к тому, к противоположному результату. Процесс измерений вот, расписан по этапам. Процесс измерения линейных размеров состоит из трех этапов, вообще любых размеров. Это построение образа объекта, его нормирование образа и вычисление размеров объекта по модели, которые связывают образы и модели. Построение образа объекта всегда получает определенное расстояние от объекта, используя метод центрального проектирования и проективную систему координат. Образы объекта в пространстве получают всегда в перспективном отображении. Нет такого случая, чтобы не было перспективного отображения. Даже в том случае, если я беру линейку и прикладываю ее к любому объекту, я всегда измеряю или делаю, выполняю косвенные измерения, используя измерения в виде оптических глазных преобразований, и получаемое отображение получается, то есть сравнение получается, то есть отображение объекта получается перспективным отображением. Измерение размеров образа выполняют на плоскости. Все отображения, которые мы видим и получаем, только на плоскости, больше нигде. отображение в пространстве не существует вот это вот все мы забыли мы этого должны запомнить вот здесь соединяется будем говорить как это существует ли идеолог и самое ладно сейчас уйду от этого значит спор дилектических философских понятий тут возникает то есть реальность объективно отображается на субъективной только на плоскости и определение размеров восстанавливает на основе модельных геометрических зависимостей связывающих образ и его объект вот теперь я хочу подчеркнуть вот обратите на нижнюю часть этого плаката достоверность модельного отображения объекта это вообще это написано и это определяется равенством или подобием форм модели и объекта то есть меры соответствия сведений действительности достоверность модельного отображения объекта установ определяется равенством или подобием размера двух объектов, которую устанавливают сравнением. Измерение является формой установления достоверности, при которой образ объекта сравнивают с мерой. То есть мы всегда устанавливаем достоверность, вот это первое, которое вы должны изменить в своем мере зрения, а ее устанавливают методом сравнения. Теперь следующее очень важное понятие, которое продолжает отсюда, это следствие, это логика. Достоверность, как и измерение, устанавливают только сравнением. Достоверность устанавливают путем вычитания. Я еще раз подчеркиваю, вычитания. Никаких других действий нет. Или деления. Ну, при вычитании должно быть достоверно нулю, разность между двумя объектами, а деление единицы. И вот это мы не выполняем. И это потрясающе. Недостатки использования моносистем координат, которые мы все используем. Неопределенность, свойство неопределенности, это свойство моносистем координат, которое может измеряться от нуля до 100%. В ту и другую сторону, то есть, или в плюс-минус 100%, как хотите. В настоящее время найдено приближенное решение для определения положения объекта в пространстве. Размеры и ориентацию, если моносистема координат, не определяют СА. Вообще не определяют и не определяют СА. Построение перспективного отображения объекта выполняют суммированием. Вот чтобы получить перспективное отображение, мы имеем, ну, перед этим там было, мы имеем два отображения, вот два отображения, мы его, чтобы получить перспективное, мы их формально складываем и получаем перспективное отображение. А измерение нужно выполнять вычитанием. Е. Решение поставленной задачи некорректно по Тихонову, ну, академик, вы знаете. Решение обладает вероятностью, неустойчивостью, неопределенностью. Ну, если вы прекрасно знаете работы Тихонова, кто знает, там, ну, в общем-то, почти 90% наших задач обладают этими свойствами. Причина в чем? Исключен процесс сравнения на всех этапах процесса измерения. Только что было перед этим плакат. Три этапа процесса измерения. В моносистеме координат они полностью исключены. Поэтому мы получаем то, что получаем. Ну, в чем? Где? Образ единственный. Сравнивать не с чем. Все размеры объекта нормируются одной мерой, а их трансформация вот в это перспективное отображение нормируется, но они все разные. Как можно, ну, вы знаете, что кубик есть кубик, а все стороны разные, значит, они нормируются разными, по-разному трансформируются. Поэтому измерение, вот это четко, это процесс сравнения, который необходимо выполнять на каждом этапе. И тогда мы будем измерять все достоверно и познавать все достоверно. Здесь показана парность образов объекта на одной плоскости. Как можно получить? Ну, как я только что в общих словах показал или сказал, ну, если имеется справа продольная система координат парная, а тут дальше поперечная. Значит, если один измеритель или проектор эту роль не играет, мы не можем получить измерение, потому что, скажем, у нас два неизвестных. Одно измерение, два неизвестных. Тут, в обоих схемах, как вам понятно, я не буду известно, точно известно это расстояние, ну, это по категории расстояние между объектами и размеры образов. В результате, естественно, два уравнения, два неизвестных можно составить, получается идеально все. Теперь, используя эту парную систему координат, рассмотрим внизу, вот, сейчас, секунду, извините. Сейчас. Там, вот, тут лучше возьмите. Вот, что-то такое у меня работало, ну, ладно. Работало, да? Работало, а, наверное, это угол, угол. А, вот видите, как важно. Проективно все видеть. А какая вот, сейчас я увижу. Ой, извините, это приключает. Извините, сейчас я, извините, я сойду. Сойду, 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 сойду. Еще раз, значит, какой у нас там был? Еще раз. Еще раз, извините. Так, вот так. Так, ага, было дальше. Так, ну, тогда придется показывать это самое. Тут, чтобы просто, просто, вот объект, вот два измерителя, которые имеют конечный размер. При любом, при любом, значит, соотношении в проективной системе координат и объект, и измеритель превращается в одну и ту же точку. То есть, модель правильная. Это эвклид. Но, если этот глаз не равен этому глазу, то в парной модели тоже остается все верно. То есть, это двойной контроль абсолютности. Все постулаты эвклида для вот этой системы координат, то есть, вот два измерителя, ну, вот это, ну, тут наоборот, вот измерители это, а это тут отображение. Ну, это как, ну, как нарисуешь. Получается достоверными отображения. Их можно всегда проконтролировать, какой размер получен отображение. Вот это первое свойство. То есть, если мы получили одинаковое отображение, мы построили достоверные образы этих объектов. Второе свойство, которое очень важно. Здесь показано то же самое объект, те же самые вот измерители. Это, чтобы строить построение. И здесь показано произвольное движение лучей. Ну, положим, изогнутое пространство. Там роль не играет как. Но здесь показано специально, чтобы не накладывать друг на друга, а зеркально развернуть эти два. То есть, это нужно было сюда, вот это. Естественно, что это и это равны. Все это модельно представляется прямолинейными. То есть, все, я подчеркиваю постулаты, выполняются идеально. Здесь показана возможность использования этой системы координат. Тот же самый объект в сферическом отображении. Я не буду доказывать, это все написано вот в этом труде. Смотрите, там ссылки есть, все, 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 есть, все прекрасно. То есть, в данном случае, в этой модельной системе координат можно описывать как и сферические поверхности, так и линейные поверхности. Все описывается хорошо. Парная проективная система координат – основа достоверности. Построение и отображение объектов выполняется методом центрального проектирования в проективной системе координат. А методология измерений основана на принципах парности и сравнения. Использование принципа парности с методом центрального проектирования позволяли создать идеальные условия для выполнения постулатов и вклидах, распространения, отображения и измерения информации в парной проективной системе координат при отсутствии влияния окружающейся среды и создании общего мерного пространства, как в сферическом, так и в линейном отображении информации. Третье. Выполнение операций вычитания полученных образов объекта. Назовем разностным стелескопическим методом, определяющим сравнение и методику действий по восстановлению аналитических моделей вычисления положения и размеров объекта при использовании опоры, связанной с размером базы. Вот то, что обеспечивает идеальное измерение. То есть измерение достоверное. Это не значит абсолютно точное, потому что там нужна еще модель и меру. Так. Точность. Основные функции циональной зависимости в парных проективных системах координат. Слева показана продольная система координат. Вот она, объект. Объект. Два его измерения на разных расстояниях. Там можно вот к этому свести. Я думаю, каждый это понимает. Это элементарная задача. Измерение выполняется основное. Измерение выполняется это отстояние. Отстояние выполняется вот делением базы. Ну, тут база, значит, такая продольная. На вот это отношение. А это размеры размеры проекции. При этом вот эта величина это D1 минус D2. Это есть разность. А D1 на D2 это есть частная. И здесь сочетается два. Принцип полной относительности. Если мы всегда говорим, что эта величина больше этой на и в. В данном случае здесь имеется и на и в. Здесь принцип полной относительности. Измерение самих размеров то есть вот этих величин выполняется вот в такой формуле. Если мы имеем параллельную то здесь получается так, что вот эти отображения равны всегда абсолютно. Вот. А измерять надо то есть для того, чтобы измерять не эту величину а отстояние вот этот кубик я формально это поставил ну почти на этом ну на на оси вот ну вот этот вот эту величину вот эту разность вот оценившись формулы как вы видите идентичные. Измерение выполняется без всяких погрешностей. Доверь измерение достоверно погрешности определяется другим. Погрешности определяется здесь следующая вещь насколько частей да ну я еще раз хочу подчеркнуть здесь ну если вы знаете читали похождения Геракла там он боролся с одноглазым великаном у него была вот такая система ну и такая а и вот гениальность извините бога который создал нас заключается в том что в данном случае сравнивается как будто проектируется база на ось вот с этим вот сравнивается опора является разность между вот проекцией базы и самой базой и это потрясающе вот когда если подумать насколько это гениально это потрясающе это то есть измерение обратно выполнено на основе обратного проектирования практически практически если здесь вот все проектируется вот сюда то здесь вот эта величина отсюда сюда вот эта величина проектируется является опорой это для меня было шоком так следующий выводы парность используя средств измерения создает условия выполнения процесса сравнения и создает необходимость используя парных систем координат и парности вычислительных действий по построению и измерению то есть использование парной проективной системы координат создает условия измерения перспективных отображения объектов проективного перспективных отображений объектов проективного отображения пространства на плоскости в четырехмерной системе координат. Парность вычислительных действий с полученными образами обеспечивает построение перспективных отображений на основе суммирования, а определение достоверных параметров на основе их вычитания. Измерение достоверных размеров объектов основано на оценках относительных приращений линейных размеров на осях координат и опирается на результаты одновременных оценок относительных приращений базы по оценке полной относительности. Отсюда следуют некоторые выводы. Следствие из полученных результатов. Геометрия является физическим описанием косвенных измерений размеров объекта с помощью волновых электромагнитных полей светового диапазона. Вся информация в пространстве передается с помощью волновых полей и отображается в перспективном отображении в проективной системе координат. Для описания перспективных отображений волновых полей необходимо использовать парную проективную систему координат. Спасибо за внимание. Большое спасибо докладчику за доклад. Сегодня я пытаюсь как-то себе мораль какую-то из докладов сделать. Профессор Таганов показал мне, что я не понимаю, что такое время. Счастье, наконец, понял, что я не понимаю, как мне оценивать. Но, значит... Ну, я расскажу в следующем докладе. Да, вот в следующем докладе, кстати, он будет у нас же на Конгрессе. Так что ждем вашего доклада. Спасибо большое. Спасибо.